всем привет ребятки вы находитесь на канале фифа by girl и у нас сегодня выпуск о том кто же возьмет английскую премьер-лигу в новом сезоне 2021-2022 полетели это будет субъективно мое мнение исключительно мое и я почему-то в этом сезоне делаю ставку на манчестер юнайта да вот так сразу слету на клуб мой самый любимый клуб клуб за который болею с детства сейчас прям в прямом эфире практически я буду все расставлять я об этом даже еще не думала почему манчестер юнайта дело в том что в предыдущих годах я не ставила на них нигде так вот не думала об этом что они возьмут думал будут в четверке потому что еще сыгранность была не такая были бешеные составы у других почему-то там да думала что сити сити только они способны к сожалению так практически все время и получалось но сейчас у многих клубов все поменялось ушли некоторые литеры пока не сыграются и я верю что ну пора уже уже пришло время как и в каком-то году много раз был ли он подряд потом их время прошло так теперь пассажире до время но их тоже сместили лиль андердоги сместили даже не андердоги наверное больше везунчики так сказала плюс придет санчо понятно сыгранность еще нулевая там но я верю в клуб что санчо ему не надо огромной сыгранности ему надо просто пам 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 выйти зарешать и в принципе глубина скамейки огромная для кубков лиги кубка англии я ничего не говорю про лигу чемпионов там наверное в 1 4 отлетят к сожалению монкунианцы но но должны до нее дойти надеюсь не в 1 8 так что ребят а так я верю в них целиком полностью просто сейчас я более такие реальные вещи как на мой взгляд раскладываю значит первое место за манчестером второе место тут вот уже скорее всего будет манчестер сити почему сити да потому что это сити потому что они сильны у них при любых раскладах всегда есть если остается за тренера он остается да если гвардиола остается то у них есть план а б в то есть это не российский бывший тренер сборной россии да у которого план а забросы на сами знаете кого и больше никаких вообще это какой то бред ладно уйдем от истории сборной россии а гуэр ушел но я думаю еще будут громкие трансферы как его манчестер там с вараном то что они все смотрят кубок фиферов почему они немножечко затягивают реал мадрид задешево не хочешь отдавать варана ну там и так отдал много лет уже своим сокомандникам и начальством ну ладно вернемся к сити я думаю что сити будет усиляться я думаю что это все равно любом случае очень сильная команда и невероятный соперник для всех и вскрывать их будут какие-нибудь ноунеймы пришедшие из чемпионшипа ноунеймы для них да но да тот же норвич но вскроет их там брайтон норвич такие кто упрется в оборону а остальные не смогут там арсенал допустим ничья или проиграют то есть и игроки команды ниже они просто будут от автобуса и возможно только тогда они они не смогут обыграть сити они смогут обыграть сити извиняюсь а остальным будет тяжело почему то так все время это но я думаю что когда-то должен же произойти спад вот если по моей теории у манчестер united будет подъем то у сити должен быть спад и спад только на второе место вряд ли ниже так что сюда и оставлю манчестер сити третье место ну поставлю я челси причем я думала что может быть второе место учился не первое но нет третье если придет эрлинг холланд я все равно не поставлю челси на первое место потому что эрлинг холланд конечно выдающийся атлет у него невероятные данные и рост и при своем росте он умудряется но он как электричка просто несется особо там дриблинга я не помню у него да но таких ребята обычно дриблинга не бывает то что у них телосложение позволяет но он может все практически и вот тут я думаю что я если я надеюсь что есть его не продаст дортман к в том году санчо будет год мурыжить эту тему в итоге через год продадут там будем думать я надеюсь что не продадут а если продадут то третье место нормально учился ну состав ну вернер если уйдет а так вернер каких-то играх со слабыми командами не зарешает допустим да допустим холланд надо будет отдыхать ну а если холланд вообще не приходит то вернер тем более не зарешает хаверси то и возможно им надо еще какое-то время но слушайте но это очень странно что за год человек который там и фифе показывал невероятную игру я помню его покупала до этого и вообще я думала вау вау классно но его оказывается чемпионат это не англия возможно это не его клуб да странно сравнивать с фифой но у многих игроков там все складывается норм потому что статы совпадают а вернеру по ходу нарисовали статы я не знаю в лейпциге он играл нормально но это лейпциг это германия она сильная это сильный чемпионат но англия это совсем другое там абсолютно другой там любой выйдет клуб из четвертого дивизиона и будет до последнего стоять я думаю так везде но в англии какой-то особый дух но это на мой взгляд я не знаю к сожалению вернер не получилось я была удивлена но я думаю ему надо еще время раскрыться и опять же чтобы раскрыться он много до этого моментов не реализует я думаю так что челс достойно третий месяц завершить это не то что хочет обрамович понятно возможно они уберут сразу тренера но вряд ли ведь хотя кто и знает я думаю что и тухили там ненадолго все челси такой клуб уникальный ты можешь взять лигу чемпионов там лигу европы через год и не возьмешь то что нужно начальству и тебя сразу кикнут ведь это очень странно ведь это очень странно на мой взгляд невозможно каждый год брать кубки в общем я поставлю начался на третье место и оборонку их вспоминаю так что да будет на третьем месте плюс они там отдали тамори в милан не знаю наверное все будут усиляться но то что будет интересно это да но я бы не сказал что тамори был супер лидером но все равно да молодежь какая-то должна была что-то показывать но к сожалению так четвертое место по поводу четвертого места хочется сказать арсенал но я думаю арсенал будет ниже я думаю тоттенхэм тоттенхэм если останется гарри кейн харри кейн если он останется то достойно четвертое место этот хэм потому что они не выше не поднимутся если он не останется идет сити что вероятность 70 или 80 процентов до сейчас но все равно сити не будет на первом месте должен быть манчестер на это должна быть победа красных дьяволят тоттенхэм почему на четвертом да потому что все просто как бы не на седьмом но правда уникальный клуб у них защита слабая у них опорка неплохая нападение но уйди сейчас кейн все можно ниже сметать но я беру в расчет что он останется но либо если он идет то сон там зарешает да луком лукас маура не знаю посмотрим а подожди я списываю существ ливерпуль боже мой я забыла про них нет я оставлю тоттенхэм вообще реально сейчас мне пришло в голову фирмин тоже должен уйти из ливерпуля тоттенхэм оставлю на четвертом месте до ливерпуль должен уже и поплыть после нынешнего сезона так что конечно ливерпуль прошел в лч но мы дальше об этом поговорим тоттенхэм очень тут все коротко и ясно леви денег особо не дает только убирает своих товарищей если придут опять какие-нибудь ребята из франции вряд ли кейна невозможно заменить кейн останется будет не четвертым вот такой мир расклад 5 место ливерпуль конечно же ливерпуль можно было ставить и на 3 но я решила поставить на 5 просто потому что забыла про них нет на самом деле я думаю что пришло время им посидеть и вне четверки в л е попадут и там задумаются о том чтобы сменить клопа но клопа менять такое себе хотя я думаю что его время тоже подошло концу там он выжил максимум просто как лимонный сок из лимона он выжил максимум из этого клуба вот правда я вообще без понятия почему он там задерживается надолго если там у него все уже он он сам уже понимает что что-то идет не так плюс они хотят отдать фермина ну еще вопрос куда уйдет фермина я просто думаю что клопа пора какой-то более топовый клуб либо вернуться в германию как шмелям допустим да ему нравилось дортмунде просто ливерпуль ну а что и а что мы говорим не может каждый год такое гигинпрессинг показывать команду уже плюс раз научились против нее играть плюс два игроки выдыхаются у них сломался ван дейк да мало ли что у них в этом году случится вдруг ван дейка будет рецидив кто его знает вот ставлю на наше на 5 место безусловно я могу ошибаться 99 процентов вероятностью но почему-то я вот решила так значит решил так значит будет так ливерпуль либо 3 либо 5 но я ставлю его на пятом потому что сейчас все сильные у ливерпуля вдруг что-то начнет не получаться не будут они по 5-0 вырубать своих соперников ну не должно такое быть хотя фанаты ливерпуля скажут что твой манчестер так не сыграет но я вот ну так вот мое субъективное мнение я не объективно окей шестое место ну давай я поставлю на шестое место лестер только потому что это парни которые просто просто красавчики скажем так которые собираются к сожалению на дистанции вот у них последнее время не идет это никогда не стали чемпионами там они стабильность показали при раньере но вот и волчат думаю они вылетят быстро к сожалению но я все-таки в них верю варди тащит этот клуб и молодежь подтягивает они там купили нормальных ребят так что рестор сити достойно на шестом месте будет смотреться седьмое место вот тут вопрос наверное эвертон да либо либо но эвертон тоже это такой клуб что у меня большие сомнения давай я посту хотя давай вулвергэмптон я поставлю до вулвергэмптон я поставлю там у них сборной португалии подтягивается и подтягивается правда тренер покинул их но ничего там ребята все собраны сыгранные я думаю португальцы там своего соперника должны рвать и уничтожать относительно своей игры то есть я здесь ставлю на их опыт так что и если останутся еще ребята вот это вот но нэвиш там да хотя есть большие сомнения да многие думают что он уйдет но об этом пишут в прессе ну пусть будет вулфс а вот на восьмом месте уже будет эвертон ну эвертон там калберт льюин бестиара до которому наверно в другой клуб пора оборона но яремина там но я думаю они сейчас я еще не знаю какие трансферы они все совершили но это таких громких не слышала пока что ни у кого из них эвертон для меня вообще десятое место но пусть будет восьмое только потому что там они объективно сильнее будущих команд насколько мне тут это видно из таблицы могу ошибаться так что это эвертон девятое место я ставлю newcastle да я ставлю newcastle мне эта команда очень симпатично и я думаю пора им вот в десяточке быть я не помню в том году как какое место они занят помниже поставлен newcastle ну вот давай я просто уже без объяснений потому что но тут если будет объяснение явный тут просто потому что так хочу просто newcastle тут уже объяснять нет смысла newcastle потом 10 я поставлю брайтон ну пор тут и объясню потому что чайки это команда с который очень тяжело играть на мой скромный взгляд просто невероятная какая-то команда они упрутся уйдут в автобус и все то есть играют по от соперника 11 место я поставлю астон виллу остается джек грилиш у них если он уходит в сити для астон вилла это печаль а еще к ним пришла миряна буэнди из норвича там нормальный состав 11 место самый тот могут даже выше быть так что у астон виллы есть усиление и если оставят они своего лидера джеком грилиша то я думаю у них все будет неплохо и 11 место самое то плюс у них тайрон минкс играл за сборной англии да ну на лавке на играл условно да серебро взял так 12 место на эту строку я поставлю бёрли тоже клуб а-ля брайтон даже возможно надо было местами поменять но да ладно бёрли невероятно просто играет от соперника у них состав по вообще не меняется там плюс-минус один человек они все время играют так что ты просто в шоке ну когда они конечно не проигрывают крупно а когда они реально какие-то ничьи стараются делать но они всегда сложны как соперник это не проходная команда так что играть против них всем всегда тяжело я поставлю их на 12 место вест хэм будет на 13 строчки да к сожалению вот так не высоко но вест хэм вообще по моему в этом сезоне спасались так что 13 строка для них нормально без объяснения причины погнали дальше вот тут на 14 я поставлю норвич я очень надеюсь что они не вылетят что канарейки останутся а то они выходят вылетает выходит вылетать или команда лифт нет норвич они поднялись из лиги 1 чемпионшип с этим тренером да и вернулись в пл так что я думаю вот эта сказка для не должна продолжиться потеряли они своего лидера как я уже сказала он ушел в остановилу но ничего страшного вопросы будут эти решать по мере поступления на 15 строчку я поставлю команду бьелс и лиц возможно с новичками будет проще но почему тут на 15 они только у меня проходит возможно что будет спад хотя команда очень симпатичная да возможно возможно они на 10 будут на самом деле ну ладно все таки я думаю команда симпатичная и должны они демонстрировать футбол но все-таки соперники сложные будут для них а новички тоже могут что-то показать 15 место уотфорд я поставлю на шестнадцатая думаю что они не вылетят 17 строкам crystal palace да к сожалению для них это будет сезон на выживание на мой скромный взгляд 18 место так мы приближаемся к зоне вылет у нас 20 команд восемнадцатое место я поставлю south game south гэмптон святые должны бороться и опять же они будут близки к вылету 19 очень 19 место я ставлю дожди пропустила клуб какой клуб я пропустила блин я пропустила арсенал как я пропустила арсенал конечно они должны быть на 15 месте это тут вообще прикол рофл да все смещается после лестера арсенал на седьмом и все смещается ниже настроечку я прошу прощения ребят такое бывает я почему-то нужно что я записала арсенал на седьмом месте и все уходит вниз пам-пам-пам вулф сэвертон ньюкасл брать все идет вниз получается суд гентон девятнадцатая строка crystal palace 18 за выживание уже будут зона стыковых матчей вот спасется а на двадцатом месте к сожалению брендфорд но не верю я вообще в этот клуб я считаю что то не там пчелкин на аватарке я на этом самом логотипе я думаю что брендфорд вылетит прям вообще прям с треском на вылетит арсенал такой клуб про который даже забыла я в шоке про арсенал пару слов скажу ну команда собранная сыгранная относительно но к сожалению ну к сожалению это не арсенал времен тириан ри и прочих и и такой скромный седьмое место для них результат достойных игры к сожалению потому что микель артета на мой взгляд не тренер победитель но если я ошибусь я дико извиняюсь сейчас смотрят меня и думают болельщики арсенала где наш клуб куда ты его сместила нет ссори я была уверена что он меня записан да можете блин мне дизлайк конечно за это влепить надеюсь вы этого не будете делать просто абсолютно пропустила этот момент в голове сказал про арсенал и потом тогда я озвучила сказал нет арсенал будет ниже и вообще про него забыла прошу прощения манчестер юнайтед сити челоси сотенхэм ливерпуль лестер арсенал волвергэмптон эвертон ньюкасл брайтон астон вилла бёрнли вестхэм норвич лиц уотфорд кристал пэлэс сут гемптон брендфорд вот так и думаю что сут гемптон и брендфорд вылетят а кристал пэлэс спасется с таковых встречах а из чемпионшипа придут ребяточки также спасется ньюк этот самый норвич точнее как спасется он останется придя из чемпионшипа и мю сенсационно выиграет апл почему сенсационно да потому что сейчас только в сити походу все верят но я думаю что выиграет возможно небольшое будет количество очков разница но выиграют челси тоттенхэм удивительно финиширует на третьем четвертом местах ливерпуль лестер арсенал внизу это будет необычный сезон но сейчас и необычное время у нас идет поэтому ребят все должно быть так это мое мнение если вы не согласны пишите свои комментарии если согласны тоже пишите мне будет интересно но я вас благодарю за то что вы посмотрели этот ролик нравится ли вам такой формат также пишите поддерживайте мой канал если вам нравится то что я делаю всем большое спасибо за просмотр увидимся скоро всем пока салю а его болеть только футболом